Слушай, а за что тебе эти медали? За парады. Какие парады? Вот эта вот медаль, она выдается юбилейная. Юбилейная она обычно отличается от других, потому что она темнее. Это 85 лет, 70 лет. Это за мой первый парад. Такая медаль выдается только один раз и носится по уставу тоже только одна. А ты восьмой класс учишься? Да, восьмой класс. Понимаете, в восьмом классе можно уже иметь медаль на груди. В гостях у нас представители отряда юнормии 32-й школы. Не пропустите. Поездка в Москву. Просто я встретила больше людей, которые были мне интересны, стали мне друзьями на данный момент. Вообще, это была подъездка с моим другом, мы вдвоем поехали. Как же ты красива. Ой, вообще, я не могу прямо от такой красоты. Вас приветствует канал Телемикс и программа Есть Тудэ, а также наш генеральный партнер. Группа предприятий Янта. Янта – продукты для всей вашей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. И сегодня у нас в гостях юнормейцы, которые обучаются в 32-й школе. Это Римма Буховская и Артур Пашкевич. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Будем разговаривать про направление, которое развивается в Уссурийске. С какого года вы? Ну вот я знаю, Римма, ты прямо родоначальник, можно сказать, в вашей школе, да? Да. В нашей школе юнормейцы развиваются с 2017 года. Ну, то есть будем рассказывать про это движение, которое развивается уже, получается, это сколько? Шестой год. Шестой год, да, шестой год. И готовить солянку. Ребят, буду просить вашей помощи. Кто у нас займется морковкой? Я. Так, ты займешься морковкой. Артур, ну, тебе придется как мужчине резать лук. Резать лук и получать удовольствие. Так, сейчас я тебе подам тоже нож. А вот бери, да, 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 вот эту. Так, держи, сейчас я тебе дам тарелки. Так, ну, а я займусь мясом. Так, его что-то. И, ребят, расскажите, вот насколько, ну, это вот движение, что ли, почему вообще вы в нем? Как так получилось? В нашей школе, как только оно появилось, оно стало достаточно популярно. На нынешний момент достаточно много ребят хотят вступить в наш отряд. Само по себе понятие юнармия достаточно такое, понятие растяжимое. Оно включает в себя разные понятия. То есть юнармия занимается абсолютно достаточно разными вещами. От парада до спортивных игр. Ну, то есть это не только какое-то бесконечное развитие патриотизма, как многие думают. Правильно, то есть это более обширное дело. Есть абсолютно разные мероприятия, которые даже зачастую невозможно связать с юной армией. Поэтому ребятам интересно, ну, нам тоже это очень интересно, потому что такие мероприятия, они очень полезны. Они развивают патриотизм, они, в принципе, достаточно интересные. Расскажи, вот в каком возрасте ты туда попала? Сколько тебе было? Ой, мне было лет 11-12. То есть ты только перешла, наверное, с младшего звена в среднее, правильно? Да, в пятом классе я вступила. И вот ты узнала, что нужно было сделать для того, чтобы стать юнормейцем. Это какой-то сложный путь пройти, не знаю, показать себя, хорошо учиться, быть активистом или же нет? Ну, хорошо учиться это обязательно, потому что хорошая учеба, злог всего. Нужно обязательно иметь хорошее здоровье, то есть быть спортивным. Если там у тебя какие-то ограничения, то не совсем... Ты уже не можешь быть юнормейцем? Ну, можешь, конечно, но юнормия, это означает вечные стрельбы подготовки, физическая нагрузка. К примеру, мы можем стоять по стойке смирно 40 минут. И очень многие падают в оморок. То есть это не для каждого. Ты уже начинаешь рима нас пугать. Давайте прервемся на новости. Ну что ж, ребята, и вот ты поняла. Как ты поняла? Ты видела, что занимаются старшие, так скажем, собратья в школе, школьники? Замблюдала за ними? Или же ты мне, открой секрет, что хочу от тебя сейчас услышать. Ты до программы мне рассказала, что у тебя, собственно говоря, есть опыт в семье, да? Что у тебя папа военный, то есть это в крови твоей. Расскажи вот. Ну вот я лично помню, как я захотела быть юнормейцем. Это был, по-моему, 2018 год. Я была на параде вместе с папой. И прям мимо меня проходил именно наш юнормейский отряд. Школы вашей, да? Да. Был командир Виктор Щадный. И они так красиво шли. Я говорю, папа, это кто? То есть параллельно идет какая-то часть, он мне объясняет, кто идет. Я спрашиваю, это кто? А он говорит, так это же юнормейцы в вашей школе. И я тогда ребенком в четвертом, мне кажется, классе так влюбилась в это. И он говорит, хочешь в следующем году вступить? Я говорю, конечно, хочу. И я до последнего не мерила. И когда он мне принес домой документы на заполнение, я была очень рада. И я прям помню тот день, когда папа принес мне домой форму. Это прям был полный комплект. Форма, в которой ты сейчас, да? Да. Я была очень сильно рада. Про форму, естественно, мы тоже еще попозже поговорим. Артур, хочется от тебя услышать твой какой-то путь, как ты пришел в юнормию. Я пришел в юнормию в 2019 году. То есть это, получается, год после вступления в юнормию Ир, Рима. Тогда мне показалось, что юнормия – это легко. Это такое направление, где просто занимаются... Где весело, да? Так всем кажется. Но после, наверное, полугода, да, меня когда пригласили на первую строевую, это был полный аншлаг. Почему? Сложно было? Это было очень сложно. Ты не понимал, как строевая – это маршировать в участие, правильно? Да. То есть до этого я ходил на парады, мне нравится ходить на парады, смотреть, как это все красиво. Но придя и попробовав, я ощутил на себе те сложности, которые ощущают на себе военные. То есть, начиная с маршировки, меня учила сама Рима, то есть она была моим наставником. Чай себе здоров. И сейчас мы также с ней вместе уже обучаем других. Новобранцев. Новобранцев. И я смотрю свои результаты и результаты ребят. И понимаю, что был таким же. Слушайте, ну у вас прям как все как в армии – старички, новобранцы, да? Есть такие понятия внутри? Да. У нас так и разделяются наши все группы. Едовщины, надеюсь, нет у вас? Нет. В ваших рядах. То есть все строго, есть какая-то взаимоподдержка. Да сколько сейчас в 32-й школе юнормейцев? Официально в нашем отряде числится 40 человек. То есть в 32-й школе 40 человек, которые носят вот такую форму, участвуют активно в жизни не только школы и города. А мы тем временем давайте посмотрим зарядку. Всем доброго времени. Меня зовут Александр Литвин. Сегодня мы разберем такой тренажер, как вертикальная тяга в блочном тренажере. Развивая приоритеты, конечно же, у нас мышцы спины широчайшие. Также можно, естественно, менять акценты. Сегодня мы разберем базовую вариацию вертикальной тяги обычным прямым хватом. Не забываем, если у вас противопоказания по здоровью, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Настройка тренажера для себя. Смотрим. У нас есть здесь валики, есть сиденья. Что нам нужно настраивать? Мы садимся, смотрим, чтобы бедро плотно прилегало к валику. Вот у нас есть рычажок. Если, допустим, было бы так, естественно, это не подходит. Что мы делаем? Отодвигаем рычажок и опускаем валики вниз. Еще ниже. Вот. Для меня будет именно так. Тренажер готов к работе. Далее смотрим на свой вес, который хочется поставить. Здесь у нас есть фиксатор и, соответственно, нам нужный вес. Допустим, для разминки я поставлю 25 килограмм. Здесь у нас в зале есть и фунты, и килограммы. Вот у нас белые циферки. Это килограмма. Далее, что мы делаем? Беремся прямым обычным хватом. В идеале, это мы плечи делаем параллельно полу. Предплечье плечо примерно 90 градусов. И это вот ширина моего прямого хвата примерно будет. Беремся, садимся. Бедра под валики. Таз пододвигаем вперед до того уровня, чтобы, грубо говоря, взгляд мой падал на ось каната. И поехали. Основной момент. Что нужно делать? Стараемся делать работу через плечевые суставы и через спину. То есть движение у нас плечевыми суставами идет вниз. Вот я прям утрированно показываю медленно. Плечевыми суставами движение идет вниз. А потом мы сводим лопатки, как будто хотим их подвинуть как можно ближе к пояснице. И задерживаемся. И поднимаем обратно наверх. И еще раз. Плечевые суставы вниз. И потом доводим лопатками еще ниже. Зафиксировались. И поднимаем наверх. А грубой ошибкой будет, если мы начнем напрягать сразу же руки. Начнем тянуть, сутулить плечевые суставы и горбиться. Вот мы заваливаем плечевые суставы вперед и горбимся. Такого быть не должно. Но плечевые суставы вниз. Дотягиваем чуть ниже подворотка, фиксируемся и поднимаем обратно. Из ключевых моментов старайтесь держать нейтральное положение в пояснице и пресс в тонусе. Иначе будет большая компрессия на поясницу. Так, ну, ребята, уже справились с морковкой, с луком. Я буду резать капусту. И, кстати, вы озвучили, что в вашей школе всего 40 юнормейцев. Почему? Очень большая школа. Одна из самых больших школ у Суриска. Пожалуй, наверное, 14-я на первом только месте. Хотя, может быть, уже и вы. И всего 40 человек. Сложно попасть, сложно пройти испытания. Не знаю, не нужно так много. Я больше скажу, что нет ответственной действия. То есть мы, к примеру, можем взять новобранцев до 36 человек, то есть к основному отряду, и не все остаются. То есть некоторые начинают себе пробовать в строевых, достаточно различных мероприятиях, там, в каких-то акциях, в воинские части ездят. И не всем это нравится. То есть некоторые приходят, просто сдают форму. И 40 человек – это основной отряд, то есть уже который умеет ходить, ответственные дети, которые, если, к примеру, нам скажут, готовимся к параду, в такой-то день строевая, мы всем отрядом собираемся, идем. То есть юнармия – это, в принципе, путь не в один конец. Конечно. Всегда можно подумать, взвесить все и отказаться, правильно? Многие вот понимают, что это не их. Ну, вот так вот. Пациентов 10-15 точно. То есть отсеиваются, да? Да. Прикольно. Но при этом они как бы и сразу-то они не юнармияцы, да? То есть есть же какой-то процесс обучения, там. Ну, ты говоришь, что у вас есть основная какая-то? Есть процесс принятия. То есть после того, как они получают форму, заполняют документы, то, что они хотят вступить в юнармию, через какое-то время их обучают каким-то первоначальным. А зам, да, всего этого дела? Да. И после чего назначается день, когда у них будет в каком-то месте, в этом году у нас было на Вечном огне, принятие, церемония принятия. То есть приглашаются какие-то военные и организовывают нам этот процесс. То есть юнармейцам вручают юнармейские книжки, они дают свою клятву, и после чего... У вас клятва своя есть? Да, зачитывается клятва, они говорят, что... Наизусть ее не надо учить? Вы как-то зачитываете, ну, какой-то перед вами? Отряд зачитывает сам. То есть один человек встает, зачитывает, и юнармейцы уже по классике... Повторяют. Да. Кто клятву эту придумал когда-то? Не знаете? Точно мы не знаем. Просто нам дают все это клятву. Ну, это что-то типа присяги, как у военных, да? Да, она очень похожа. И получается, смотрите, а вот когда дети хотят вступить в юнармию, вот есть момент отсева на этом этапе. Ну, то есть видно, например, не знаю, он хулиган, самый главный в школе, но какой с него юнармеец? То есть, Артур, наверное, тут ты расскажешь больше, потому что ты входишь еще и в актив школы и в каких-то вот этих всех движениях принимаешь участие явно. Да, в любом случае есть первоначальный отбор, смотрят на успеваемость ученика, то есть если ученик учится на тройке и учителя... Это уже табу, да, тройки для юнармии? Да, то есть не для всех есть, у кого есть тройки, но они подходят ответственно к юнармии. А есть у кого тройки, например, и пришли просто поиграться. То есть на каждого учителя ставят свою, так сказать, оценку, шансы, что он останется. И мы прислушиваемся к каждому, и даже в течение всего года мы подходим к учителям, спрашиваем, например, такой-то, такой-то. Как себя ведет, как зарекомендовал. То есть вы контролируете этот процесс. Прервемся на прогноз погоды. Расскажите про какие-то... давайте вот про год, который сейчас идет. Какие у вас масштабные события готовите, вот, отряд юнармии в школе? В том числе и школьные, и городские. Обязательно этот парад, мы к нему готовимся. Надеемся, что все будет хорошо, то, что скоро будут назначаться строевые подготовки. Вот сейчас вы к нему как готовитесь? Есть у вас, например, там раз в неделю строевая подготовка? И все в школе прям, да? Да, мы пишем в группу, то есть, например, либо это проводится на выходных, у нас есть хорошая погода. Ну, сейчас такая погода слекотная, поэтому мы проводим в школе, в большом нашем физкультурном зале. Когда уже потеплеет, мы хотим проводить на улице, на нашем стадионе. И это проводится либо на выходных, либо в будние дни, в пересменке, либо зачастую в начале второй смены. То есть мы приходим, либо отрядом на убранцах, либо на основным отрядом и тренируемся. Так, вот это подготовка к 9 мая идет активная. Да, также мы готовимся к зернице. Там есть пункт, зернице, конкурс строя песни, и просто зернице, это как показательное выступление, одиночная строевая подготовка. Они достаточно похожи, потому что мы также повторяем все элементы движения, повторяем все команды, которые нам известны. Новобранцев учим. То есть у нас есть отряд, скажем так, стареньких, которые уже опытные. Ты старенькая? Да. К примеру, мы с Ратуром набираем себе какое-то количество человек и обучаем их в течение периода, когда у нас проходит строевая. Вот обучаете чему? Только строевой или, например, не знаю, обучаете уважать старших, обучаете, там, может быть, у вас есть какие-нибудь шефства, шефства берете над какими-нибудь, не знаю, бабушками старенькими. То есть есть еще вот такое направление, как бы больше общественное. То есть это не только ветераны, например, их уже там совсем чуть-чуть осталось. И то, наверное, ветеранов, которые участвовали в боевых действиях нет. Там какие-то, не знаю, может быть, жители блокадного Ленинграда еще есть на территории. А именно просто, ну, уважение к возрасту, например. Прививаете их там к детству? Может быть, в садике ходите с какими-то мероприятиями? Конечно. У нас проводятся различные акции. Примерно недавно у нас проводилась акция. Мы ходили и навещали, и дарили подарки одиноким женщинам, которые уже достаточно... На 8 марта? Да. Достаточно в таком преклонном возрасте. У нас обязательно проводятся такие мероприятия. То есть в планах у нас есть задача походить по детским садикам. Периодически у нас проводятся воспитательные... Уроки мужества. Да, уроки мужества у нас проводятся. Мы, к примеру, готовим какой-то доклад, какую-то информацию, ходим по младшим классам. То есть к тем деткам, которые еще не в юнармии, да? Да. Секундочку прерву, и давайте посмотрим рекламу, потом продолжим. Вас приветствует канал Телемикс и программа Есть Тудэ, а также наш генеральный партнер. Группа предприятий Янта. Янта – продукты для всей вашей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. Приветствую всех, кто только что включил свои телевизоры. И напомню, что сегодня мы говорим про патриотическое воспитание молодежи, которому в Уссурийске способствует развитие движения юнармии. У нас в гостях ученики 32-й школы, юнармейцы Римма Буховская и Артур Пашкевич. Римма Буховская, ребята, можно сказать, лежали у истоков этого движения в школе. И вот мы начали говорить, что у вас помимо строевой ходьбы, участия в параде 9 мая, каких-то привлечений в какие-то воинские части, вы еще активно подрастающее поколение ваших деток в школе, которые учатся в начальной школе и только впитывают все в себя, ходите к ним с какими-то просветительскими беседами. Римма, расскажи, пожалуйста, как это выглядит? К примеру, мы выбираем из нашего отряда, ну, человек, к примеру, 9. Даем им определенные темы в определенный день. Они приходят по времени в назначенный класс и рассказывают, желательно именно рассказывают детям, не читать, а именно доносить своим понятным языком про каких-то героев нашего Отечества, про храбрые поступки, которые нужно знать и помнить. Также мы рассказываем про даты, к примеру, та же блокада Ленинграда. Это очень достаточно обширная тема. Каждый год ребята узнают для себя новую информацию. Мы так начинаем с АЗО и продолжаем уже с каких-то интересных фактов. Также приходим, рассказываем. Ребята на удивление поддерживают нас. Они сами пытаются активничать. Да, активничают, задают достаточно много вопросов. Нам это очень приятно, мы рады, что дети в таком уже юном возрасте Интересуются, да, всем этим. Да, погружаются в эту историю. А уже ты наблюдала какую-то взаимосвязь, вот что ты, например, там, ты же уже сколько с 2018 года, да, в этом движении, что ты, например, была на вот таком уроке патриотизма, там, в третьем классе, и сейчас смотришь, что детки приходят и просятся вступить в отряд юной армии. То есть такую цепь прослеживаешь? Да, такое есть, то, что, когда была поменьше, ну, примерно в третьем классе, в юной армию сама хотела вступить, и дети тоже, к примеру, того моего возраста тоже хотели вступить. Сейчас приходят спокойно и сами пытаются как-то вникнуть в это, и тоже активничают. Ну, то есть такой прослеживается связь, ну, хоть еще небольшая между вами там разница, не поколений, конечно, но какие-то вот эти беседы, да, то есть они не проходят впустую, естественно, у деток. Конечно. К примеру, я прихожу, ну, допустим, в класс третий-второй, и на мое удивление дети так спокойно встречают и очень активно поддерживают, в плане того, что я задаю вопрос, они сразу отвечают. Для меня это очень удивительно, потому что я вспоминаю себя в эти годы. Ты не знала, да, столько? Я бы не ответила. Ну что ж, вот так у нас развивается молодежь современная. Давайте просмотрим нашу рубрику «Неботань», где тоже мы тестируем школьников на предмет различных школьных знаний. Здравствуйте! Вы смотрите на меня, я Илья Ильич. Я веду рубрику «Неботань», и мы здесь меряем эрудицию школьников. Девичий десант из 28-й школы, который высаживался в нашей студии на прошлых передачах, оставил себе наверняка приятное впечатление. Мне тоже было очень приятно в этом во всем участвовать. И вдвойне приятно, что мы сегодня выясняем, кто же будет шустрее и смекалистей среди этих двух удачниц из прошлой игры. А именно сегодня Соня и Полина. И будет ли у вас какой-то план, которого вы будете придерживаться? Я настроена только на победу. Я настроена не переживать, ведь главное — это участие, а не победа. Я напоминаю вам правила нашей игры. 6 вопросов, 10 секунд на раздумье, и игрушку используйте, когда готовы отвечать на мои вопросы. Проверяйте, чтобы все работало. Ты сожми ее так вот, вот так, хорошенько. Ну и все, поехали. Вопрос номер один. Это последовательность того, кто кого есть в биологическом сообществе для получения питательных веществ и энергии, поддерживающих жизнедеятельность. Пищевая цепочка. Верно. Ласково так, цепочка. Ну давай, пускай будет так. Пищевая или трофическая цепь. Второй вопрос. Это небольшое литературное произведение норовоучительного сатирического характера в стихах или прозе, героями в которой выступают животные, предметы или растения. Почти, но ты вторая. Басня. Басня, первый ответ, бери скорее компету. Третий. Давай, активнее. Назовите геометрическое тело. Ограниченное поверхностью, все точки которого находятся на равном расстоянии от его центра. Круг. Или квадрат. Окружность. А, нет. Все это не то, потому что это шар. Нам дело нужно, а не плоское нечто. Четвертый вопрос. Именно так можно назвать научное воспроизведение какого-либо явления с целью его исследования, испытания в определенных условиях. Ну, давай. Опыт. Верно, это подходит. Ты тоже так же подходит. Ну, да, мы так одновременно. Слава нужно крепче сжимать. С любовью. Бери конфету. Это древнерусский исторический жанр, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. Ну, давай. Летопись. Летопись. Верный ответ. Бери. Ну, шустрее оказался. Как одним словом можно назвать способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечного напряжения? Физическая. Физическая способность. Другое слово называй, будет здорово. Давай. Сопротивление. Нет. Сила. Я думал, когда же ты скажешь сила? Сила. Физическая сила? Да, конечно. Я была близка. Ну, физическая всякая может быть. В общем, не получаете вы конфеты. Так. Ну, тактика у вас была своеобразная, я должен сказать. Но кому-то она принесла успех. Кому? Ну, молодец, Полина. Хоть и одна конфета, но результат отличный. Мне устроило все. Все знали. Соня, прекрасный результат. Ты молодец, чемпион все. Мы тебя ждем дальше. Потом встретимся. Не теряйся. Спасибо вам за игру. И спасибо вам, дорогие телезрители, за то, что с нами сегодня были реведерчи. Спасибо за игру. На самом деле обидно. То, что я не могла так быстро сориентироваться. Но ничего страшного. Впереди есть еще много возможностей. Я рада, что я выиграла. И я оправдала свои надежды на эту игру. Ну что ж, наша солянка. Все ингредиенты уже в сковороде. Будет все это медленно томиться. И очень хочется узнать. Я знаю, тут, наверное, уже тоже Артур ответит. Что у вас в школе ежегодно, наверное, во всех школах, да, идет месячник патриотического воспитания. Он, я так понимаю, уже в разгаре. Или он даже уже заканчивается. Нет, он закончился уже. Закончился. Хорошо. То есть это все приручено к 23 февраля, да? Ну да. Это начинается событие с конца января. И по... Что... Как это выглядит? Мы начинаем с открытия месяца. Это обязательное условие, чтобы мы открыли месяц. То есть в актовом зале собираются ребята, начальная школа, также наши юнормейцы. Обязательное условие – это вынос знамени. То есть знаменная группа у нас вынесла знамени. И тогда считается месяц... Гимн России играет? Или у вас есть какой-то свой, например, школьный? Нет, мы его выносим под гимн Юнармия. Но обязательно гимн России должен быть включен. После этого месячник считается открытым. И начинается ряд других мероприятий, которые задействованы буквально каждый день. То есть это викторины, классные часы, уроки памяти. И везде... Я так понимаю, задействованы все, все дети школы, правильно? Да. Так или иначе. То есть нет никаких ограничений. Это участвуют все с 1 по 11 класс. И также считаю главным, наверное, нашим мероприятием – это фестиваль военно-патриотической песни «Песни военных лет». То есть это тот конкурс, где мы вспоминаем песни, которые играли в «Дни Победы». Жюри отсматривает, судит, выбирает лучших или как это выписано? Да, это проходит на конкурсной основе. Но это как смотр песни из строя или это другое что-то? Нет, это тоже другое мероприятие. То есть тут вы просто поете? Да. То есть мы оцениваем, насколько ребята подходят к этому. Чувствуют ли они то, что испытывали наши предки, когда воевали за нашу Родину. То есть вот так. А смотр строя песни… Он тоже есть. Да, он есть. То есть это то мероприятие, когда мы собираем буквально начальные классы и пытаемся как-то ребят потренировать. И они уже с радостью, с интересом проходят в спортзале. У нас мероприятие организовано будет, например. И они покажут, чему научились. Каждый, да? Да. Кто во что-то раз. То есть они даже проходят строевую подготовку в столь раннем возрасте. Ну это здорово. И получается и все? Или есть как-то родителей привлекаете? Помню, как-то сама не раз снимала у вас какая-то типа спартакеада. Да. Мама, папа, я. Что-то такое. Крепшая семья. Тоже как раз, да, в этот вот месячник идет? Есть такое, когда мы из начальной школы группируем команды, например, команда класса А, там собираются с первой по четвертой А. Ну то есть это еще и такой получается микс, который, то есть учит объединяться, да? Я помню, что мало в том году, по-моему. Например, один ребенок с первого класса, второй там со второго. И вот. Да, да. И привлекаются родители, и родители с интересом помогают. Дети с интересом кричат родителям бегите быстрее. И еще какая-то там группа поддержки всегда рисуют плакаты, все кричат. Давайте прервемся на короткое видео. Посольство Франции, Музей авиации и космонавтики в Париже. Именно там можно увидеть открытки творчеством ученицы Уссурийской школы искусств Даши Карпушкиной. Все благодаря победе девочки в конкурсе «Под одним небом». В нем она принимала участие в самом начале своего творческого пути. Тяга к рисованию зародилась намного раньше. Где-то в 3-5 лет я рисовала на стенах. Мои родители это замечали, но не ругали меня. Потом я начала интересоваться всякими зверями, рыбами, птицами, особенно львами. Начала рисовать их в садике. Это заметила воспитательность, сказала и похвалила меня. Ну, моей маме сказала, что я творческая, я любознательная. А папа отправился в магазин за кистями и красками. Так в доме появились отличные сочные пейзажи. Среди своего творчества у Даши есть любимые работы. Часто на них присутствует некий источник света. Он как бы пробивается сквозь отверстия в пещере и проливает на зрителя все свое тепло. Я всегда восхищалась природой. Мне очень нравится зелень. Меня вдохновляют водопады всякие. И мои картины, которые я рисовала самостоятельно, ну, по своей воле, дома там, когда я хотела, они постоянно были зелеными. Они связаны с водопадами, пещерами. Это меня вдохновляет. Помимо живописи, нередко юную художницу можно увидеть и с простым карандашом в руках. Даша считает, что карандаш – инструмент, с помощью которого можно изобразить что угодно. Весь секрет в его грамотной заточке. В последнее время ее графика увлекает. Она как-то вот сейчас прям сильно привязалась. Ей нравится штриховать, нравится пером, тушью. Вот она прям уже, которая композицию выполняет в этом стиле. Вот, ну, вообще все меняется. У художника так и должно быть. Он поздает что-то новое. Сегодня ему нравятся краски, завтра он хочет за перо взяться. Сейчас Даша учится в третьем классе. За плечами множество побед в дальневосточных конкурсах и даже международных. Раньше девочка грязила стать популярной художницей. Затем решила, что это не очень удобно. Но желание в будущем вырасти в настоящего профессионального творца в ней лишь окрепло. У нее свой взгляд. И мне хотелось бы, вот, ну, мечталось бы, чтобы она как-то связала свою жизнь с этой профессией. Потому что пятерышники и отличники, они как бы, у них свой путь. А у художника свой путь. Оригинальный и неповторимый. То есть таких людей крайне мало. Ребята, расскажите, вот, как-то мы упустили в самом начале. Это какая-то информация, которая обычно в начале выдается. Но она у нас вот во втором, будет во втором части программы. Расскажите, пожалуйста, вот, насколько внутри есть какая-то градация юно-армейцев. То есть вы уже сказали, что у вас есть новобранцы, старички. Ну, это как бы такое простонародное, да, название. А как вот делятся внутри вы? У нас есть основной отряд, который состоит из 40 человек. И внутри основного отряда есть церемониальный отряд. В него включаются самые лучшие, кто ходит лучше всех. Он состоит из 25 человек, включая нашего командира. Сам отряд наш возглавляет мозговая Александра. И церемониальный отряд тоже держится на ней. Что значит церемониальный? То есть любое важное мероприятие, к примеру, в 5-й армии, парад, зорница, приключается именно церемониальный отряд, в котором все уже, так сказать... Ну, готовы по тревоге встать пойти, грубо говоря, да? Да. Церемониальный отряд у нас разделяется на 4 подгруппы. Скажем так, за ним закреплен один уже такой хороший старичок, который, если что, проведет отдельную стриву именно вот для этой маленькой части. Основной наш церемониальный отряд, как я уже сказала, разделена на 4 группы. Одна возглавляю, к примеру, я. Вторую, к примеру, Пашкевич. Третью, Саша Мозговая. Напомню, Пашкевич стоит рядом. Да. И четвертую, Ким Андрей. И вот мы вчетвером, мы разделили церемониальный отряд и закреплены, скажем так, за вот этой маленькой частью. Так, это вся градация или еще есть что-то? Те, кто помоложе, они как-то делятся, то там новобранцы, так скажем? Ну да, у нас есть отдельная группа новобранцев. Они тоже приходят на отдельные свои стривы. У них она как-то больше полная, потому что они изучают прям все с нуля. То есть у них проводится полная стремоподготовка, куда приглашаются, ну, человек, к примеру, 8 из стареньких, чтобы помогали нашему командиру. Также делится наш церемониальный отряд еще на знаменную группу. Это группа, в которой есть знаменосец, два ассистента, которые идут либо шашкой, либо просто с качественной отмашкой. А вот смотри, вот знаменоносец, вот случилось, он заболел. Что тогда? Есть знамена. То есть есть всегда какой-то дубль, да, кто страхует? У нас также сейчас, поскольку наша школа досталась честь церемониального отряда, планируются две знамена группы – мужская и женская. В женской знаменной группе все знаменоносцы. Все девочки. Да. Это очень сложно нести знамя. Есть просто основная знамена группа, то есть там неважно, можно девочка, мальчик, абсолютно неважно. Есть именно мужская и женская, тоже разделяется. Ничего себе. У меня, да, про твои медальки расскажи. За что ты их получила и, ну, как-то, ты вообще мне говорила, что у тебя их три. Да. По уставу носить можно две, это очень интересно. Не то, что по уставу нужно две носить. Я сейчас объясню. Вот эта вот медалька, она мне далась за первый парад в 2019 году. Она всегда дается, вот человек прошел первый парад, ему далась медаль. К медали всегда идет удостоверение, чтобы ты мог подтвердить, что эта медаль именно далась тебе. Она всегда подписывается, подписывается… Документы имеются, в общем, на медали. Вторая медаль мне далась за 2020 год. Она была юбилейная, к юбилейному параду, 75 лет. Поскольку в параде в основном мы не участвовали, но на нас был пришел приказ. То, что мы готовились к параду, у нас была полная подготовка, нас подали в документах, и пришел приказ нас наградить за вот эту вот полную подготовку. Мне выдали медаль, также к ней выдали удостоверение. И в прошлом 2021 году я тоже участвовала в параде. За такой парад, то есть уже ты пошел третий, он мне юбилейный, тебе дается просто удостоверение. Но мне повезло, мне к основной группе дали тоже медаль. Она по уставу не носится, а просто очистится, как у тебя она есть. Вот так вот, господа, можно получать медали. Реклама на нашем канале. Так, добавим мы сюда томата немножко, чтобы он дал нам какое-то ощущение кислоты. И, кстати, про нашего генерального спонсора мы сегодня уже упоминали про Янту, а вот, пользуясь случаем, скажу спасибо торговому комплексу Центральный, который нам предоставил все то, что находится в нашей сковороде. Ребята, кстати, у меня созрел вопрос к Арту. Вот сейчас Рима рассказывала, что есть там женское движение, да, вот ты как мужчина, защитник будущий. Как ты считаешь, вот насколько это правильно, что девчонки вот такую ношу на себя берут, ну вот она тебя, например, в строевой ходьбе учила? Вот насколько это равноправие уместно, вот на твой взгляд? Ну, я считаю, если, независимо от пола, человеку интересно это, если человек увлечен, он будет заниматься всеми чем угодно. Так. И даже вот как Рима, у нее нет преград, у нее нет пределов, она может взять и знамя, она может и научить маршировать. То есть на основе Рима я бы, наверное, советовал всем девочкам брать пример с нее. То есть она пример стойкости, она пример того, что не нужно делить мальчиков и девочек. Мы все практически одни, просто мальчики немножко сильнее. Но если у девочек есть сила духа, и если ей прям это хочется, то почему бы и нет? Ну, смотри, а если девочке хочется таскать тяжелые сумки с магазина, это как? Ну, это уже другое немножко. Так. То есть что мужчина должен подойти? Тогда мужчина взять, должен ее пакеты и понести. Ну, хорошо. Теперь мое сердце спокойное. Все-таки как-то... Ну, удивительно. Кстати, сейчас вспомнила я, когда училась в школе, я тоже была руководителем отряда, но у нас тогда не было ее на армии, смотрю песни из строя. Почему-то я его вела и маршировала, тоже мальчиков учила маршировать, не знаю почему, как-то так случилось. Ну, у нас вот в школе, вот беру на примере командиров отрядов, справлялись больше девочки, чем даже мальчики. Наверное, они просто более ответственные, да? И, наверное, все-таки легче, может быть, запомнить там левые, помню левые, но как-то мальчишки все равно как-то... Ну, не знаю почему. Очень много сейчас тенденций, смотрю, вот мы если снимаем, смотр песни из строя, очень много в отрядах руководят девчонки. Ну, у нас с самого начала, как у нас создался отряд, то есть 2017 год, у нас по 2020 год были два руководителя мальчики. То есть у нас был Виктор Щадный, он, скажем так, у нас в школе очень почетный, потому что нашему отряду именно на тот период он принес хорошую славу, потому что его наградили медалью за лучший руководство, то есть он был в почете. Он был очень хорошим, скажем так, командиром отряда. Ну вот, еще один повод получать медали, просто быть хорошим, ответственным человеком. Давайте посмотрим нашу постоянную рубрику, можем с вами. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Кристина. Привет! И мы решили сделать дерево сказочное. На нем не будет, конечно же, листиков, но на нем будет что? Бабочки! Бабочки! Для работы нам понадобится цветная бумага, те цвета, которые вы определите для своих бабочек. Естественно, клей, ножницы, лист, на котором мы будем рисовать это дерево и располагать свою работу. Сам ствол дерева можно нарисовать красками, а можно маркером или фломастером. Ну и еще вам будет нужно запастись вот такими шаблонами. Их можно распечатать в интернете, либо нарисовать самим. И я рекомендую сделать бабочек нескольких размеров. Одну побольше, одну чуть-чуть поменьше и саму малышечку. Первое. Нам необходимо нарисовать дерево. Я сейчас нарисую его карандашом, а Кристина раскрасит его фломастером. Да. Ну вот, наше дерево готово? Да. Так, ну она у нас получилась грустная, потому что на нем нет листочков. Поэтому сейчас здесь появятся бабочки. И теперь мы будем вырезать наших бабочек. Для того, чтобы вырезать бабочку симметрично, необходимо загнуть наш лист и обрезать вот такую вот полосочку. Берем шаблон, прикладываем к нашему сгибу. Видишь, где сгиб? Да. Видишь? Обводим наш шаблон. И теперь нужно просто вырезать эту бабочку. Это будет делать моя помощница. Смотри. Ты берешь ножницами и вырезаешь по контуру. Держишь именно вот таким образом. А я пока вырежу оранжевых бабочек. Вот такая бабочка получилась. Уважаемые зрители, бабочек нужно сделать достаточно, чтобы дерево было все бабочками заполнено. Поэтому можно складывать полосочку в несколько раз и вырезать сразу одновременно три бабочки. Вот у нас сколько бабочек с тобой получилось. И сейчас мы просто их приклеим на наше дерево, на наше яркое дерево. Смотри, Кристин. Сверху у нас бабочки, которые покрупнее. Мы их раскладываем наверх. Чередуем цвета, чтобы было красиво. А вниз будут у нас самые маленькие бабочки внизу наклеены. Мы берем бабочку, мажем только серединку слегка и приклеиваем ее туда, где взяли. Как же это красиво. Ой, вообще, я не могу прямо от такой красоты. Ну что, наши бабочки прилетели, сели на наше дерево. Классно получилось. Радует глаз? Теперь ты не грустишь? Ну все. Мы надеемся, что вы тоже сделаете к себе в комнату таких красивых бабочек. Повесите их на стену над своей кроватью. Наша готовка подходит к концу. И хотелось бы напомнить еще одного нашего партнера. Это компанию «Чистый дом», которая предоставляет нам средства для мытья посуды. Приобрести их в городе можно по двум адресам. Это «Тимирязево-29» и «Советская-76». Рекомендую, отмывает все. Ребята, расскажите, сейчас в перерыве зашел такой интересный разговор, что, оказывается, юнармия, погружение в море на какие-то метры, прыжки с парашютами. То есть, насколько это развивается у вас? У нас с самого начала образования нашего отряда мы, скажем так, были под покровительством ДСАФа. То есть, ДСАФ выделял нам спонсоров. Мы спонсировались, ездили на различные полигоны. У нас была достаточно длинная подготовка. Ребята прыгали, у нас есть в отряде девочки, которые уже выпустились по шесть раз. У них были шесть прыжков. Парашюты? Да, с парашютом. А ты не прыгала? Я буду прыгать. Будешь? В планах уже весной прыгать. Не страшно? Нет. 800 метров – это не страшно. У нас прыгают на разряд. То есть, девочки, которые и мальчики тоже, которые у нас были в отряде, выпустились. У них у всех был третий разряд. То есть, они прыгнули два прыжка, и третий всегда прыгает на разряд какой-либо фигурой. Доказывает, что ты уже опытный. Ну, то есть, это вот что, на твой взгляд, воспитывает в тебе какую-то выдержку? Ну, вот что тебе дает? Лично вот ты говорила, что ты опускалась там с аквалангом на дно, да, погружалась. Что ты чувствуешь? То есть, что это тебе для личности дает? Это даже какое-то… Преодоление себя, своих страхов или что? Возможно, это даже от какой-то части удовольствия, потому что, на самом деле, это кажется со стороны, что это страшно. Когда ты это делаешь, это очень интересно, очень, скажем так, даже адреналинно. Мне это нравится. Это не то, что даже воспитывает какой-то патриотизм, но просто, когда есть такая возможность, почему бы и не воспользоваться? Римма, расскажи, пожалуйста, ты, может быть, там, не знаю, вяжешь, крестиком вышиваешь, что-то… То есть, это тоже присутствует? Конечно. Слава богу, я выдохнула, тоже начала волноваться. Какие-то все направления такие, больше такие, знаешь, мне кажется, они больше для парней свойственные с парашютом. Я никогда не решусь с парашютом. У нас девочка есть в отряде, ни один мальчик не приглашает прыжков. Она единственная, кто приглашает прыжков. И как? Что говорит? Будет прыгать седьмой. То есть, понравилось, да? Да. А прыгаете где вы? В Арсеньев ездите? В Арсеньев мы ездили, когда полигон Сапотин, мы там прыгаем. Нас уже там приветствуют, мы в знакомствах хороших. Наш отряд проходит в Уссурийске в части, я точно не помню, в каком названии, части подготовку. 83-я бригада, наверное, они прыгают. Проходим внутри части подготовку к прыжкам, то есть там полностью оборудование проходит, как и устную теорию, так уже и практическую. И потом приезжают на полигон, прыгают потом после прыжка. А ты когда собралась? В этом году? В этом году, да, у меня в планах имеется. Ох, удачи тебе! Спасибо. Давайте опрос посмотрим. Посольство Франции, Музей авиации и космонавтики в Париже. Именно там можно увидеть открытки с творчеством ученицы Уссурийской школы искусств Даши Карпушкиной. Все благодаря победе девочки в конкурсе «Под одним небом». В нем она принимала участие в самом начале своего творческого пути. Тяга к рисованию зародилась намного раньше. Где-то в 3-5 лет я рисовала на стенах. Мои родители это замечали, но не ругали меня. Потом я начала интересоваться всякими зверями, рыбами, птицами, особенно львами. Начала рисовать их в садике. Это заметила воспитательность, сказала и похвалила меня. Ну, моей маме сказала, что я творческая, я любознательная. А папа отправился в магазин за кистями и красками. Так в доме появились отличные сочные пейзажи. Среди своего творчества у Даши есть любимые работы. Часто на них присутствует некий источник света. Он как бы пробивается сквозь отверстия в пещере и проливает на зрителя все свое тепло. Я всегда восхищалась природой. Мне очень нравится зелень. Меня вдохновляют водопады всякие. И мои картины, которые я взяла самостоятельно, по своей воле, дома, когда я хотела, они постоянно были зелеными. Они связаны с водопадами, пещерами. Это меня вдохновляет. Помимо живописи, нередко юную художницу можно увидеть и с простым карандашом в руках. Даша считает, что карандаш – инструмент, с помощью которого можно изобразить что угодно. Весь секрет в его грамотной заточке. В последнее время ее графика увлекает. Она как-то вот сейчас прям сильно привязалась. Ей нравится штриховать, нравится пером, тушью. Вот она прям уже, которая композицию выполняет в этом стиле. Вот, ну вообще все меняется. У художника так и должно быть. Он подойдет что-то новое. Сегодня ему нравятся краски. Завтра он хочет за перо взяться. Сейчас Даша учится в третьем классе. За плечами множество побед в дальневосточных конкурсах и даже международных. Раньше девочка грязила стать популярной художницей. Затем решила, что это не очень удобно. Но желание в будущем вырасти в настоящего профессионального творца в ней лишь окрепло. У нее свой взгляд и мне хотелось бы, вот, ну, мечталось бы, чтобы она как-то связала свою жизнь с этой профессией. Потому что пятерышники и отличники, они как бы, у них свой путь. А у художника свой путь. Оригинальный и неповторимый. То есть таких людей крайне мало. Я напомню, что у нас сегодня в гостях представители 32-й школы. Ребята, которые стоят практически у истоков юнормейского движения в этом образовательном учреждении. И говорим мы сегодня про юнормию. Это Артур Пашкевич и Римма Абуховская. Ребята, ну, какие итоги, вот, какие-то выжимки давайте в нескольких словах. То есть что дает юнормия человеку? Это чувство дружбы, какой-то личностный рост, коллективизм какой-то присутствует. Как еще успевают вас здесь везде учиться? Спокойно. Юнормия, скажем так, испугается так, что тебя спрашивают, ты поедешь или нет, тебе удобно или нет. То есть добровольность присутствует. Конечно. Ну, это круто, конечно. Заставлять никто не будет. Готовили мы сегодня солянку. Потребовалось нам куриное филе, лук, морковка и капуста. Все потушили, будем сейчас пробовать. Ну и в конце, по традиции, мы всегда даем нашим гостям слово обратиться к зрителям. Артур, ну, ты как мужчина, наверное, возьмешь эту ножку на себя. Ну, и на армию это интересно, это увлекательная, как бы сказать, не студия, это у нас общественное движение, в которое вступить может любой желающий, попробовать себя на стойкость, ведь не каждый чувствует, но когда приходит, он может уйти потом в любой момент. Ну что ж, мы за доброволье, за активную пожизненную позицию. Хочется напомнить, включайте наши каналы, готовьте вместе с нами, пожелать всем здоровья, чаще улыбайтесь и смотрите телемикс. Пока.